Сам по себе язык устроен так, что это система единиц, отношения между ними и правила, сочетаемость этих. Эти единицы – знаки. Что такое знак в лингвистическом и семиотическом смысле? Матерброд. Настоящий из того, что называют означающие, но вот сверху мы крисуем логичное означание – это смысл знака. А снизу мы рисуем означающие. Ну, часто встречаем вид языкового знака – это слово. Вот. У слова есть значение и есть почка звуков, которая служит для передачи этого значения. При этом, вообще говоря, минимальный языковой знак – это морфем, а не слово. Слово может состоять из нескольких морфем, да? Понимаю, у нас бывает слой, который является основным носителем лексического значения. Каким образом устроены эти языковые знаки? Большинство являются, что касается семиотической классификации типов знаков, не иконичными, символами. Иконические знаки – это знаки, которые несут изобразительную силу. Вот там некоторые маленькие строки человечек, которые светятся на светофоре, изображают человека, переходящего улицу. И мы знаем, что это означающая знака «приходи улицу». Интуитизм – доступный интерфейс, да? Так вот, человечество языка устроено в среднем не так. Среди них есть очень небольшое количество, и это такие маргиналы слов, которые действительно что-то изображают. Там, кукушка, птица, которая кричит ку-ку, по всей видимости. Но и то, на самом деле, это устроено сложнее. Не совсем так, как кажется. Многие такие слова, если там сравнить название, ну вот кукушка в разных языках называется, в общем, примерно похожей, часто похожей в языках евро. А, допустим, «жужжать» уж на что? Казалось бы, глагол изобразительный, да? Это изображает звук, который производит некоторые насекомые. Но это оказывается, что в разных языках, ну там, английская база, оно не похоже на звук нажужжать. Канек не проходит, в общем, эта гипотеза. А абсолютное большинство слов языка устроено так, что между значением слова и его звучанием нету связи. Ну там, в слове «вода» или в турецком слове «су», которое значит то же самое, или там в калмыцком слове «усун», которое значит то же самое. Ничего нет такого, что бы говорило о том, что это вот бесцветная жидкость, закипает при 100 градусах и наждаёт при нуле, там без запаха и так далее. А значит связь между звучанием и значением слова в среднем условно. То есть это то, что называется символизм. Условно, то есть обеспечивается исключительно данной языковой традицией в каждом языке, то есть традицией данного общества. Которая говорит на этом языке. Но в таком случае, если мы сталкиваемся со следующим явлением, у нас находится несколько языков, пара или больше, лучше. У нас находится много таких слов, которые значат примерно одно и то же, а звучат тоже похоже друг на друга. Ну там, возьмём русский язык и английский. Мать. Мать мало. Там, если посмотреть, как пишется, то ещё более похоже. Вода, вот да. Что там ещё? Давать, дать. Нет, нет, давать не годится. А вот делать, туду, годится. Три, фри. Дерево, три. А кто там ещё? И таких довольно много слов. Причём, оказывается, что такой факт сам по себе нуждается в детском объяснении научном. Объяснение... Объяснение может быть три. Первое объяснение – это что скотство случайное. Есть в двух языках, двух наборов, допустим, цепочка с четырёх букв, наборов по шестьсот штук, так обычно измеряют языковое сходство. Вероятность совершенно ничтожная. Тогда другая гипотеза, что сходство между языками обеспечено заимствованием. Ну, такое действительно бывает. Возьмём там русский язык. В нём очень много слов. Авиация, трактор, стул, который обеспечивает его сходство, допустим, с немецким языком. И интересно, что все эти слова мы найдём, допустим, в татарском языке. Это и авиация, и трактор, и стул, который там будет называться и стул. И это действительно слова заимствованные, заимствованные какие-то из латыни через немецкий, и в русский, и какие-то просто из немецкого в русский, а уже из русского в статарский. Но кажется интуитивно понятным, и в общем, более-менее подтверждается практикой, что бывает лексика, которая легко заимствуется, И такая лексика обычно обозначает какие-то технологические штуки или сложные понятия. В общем, заимствование слов происходит в основном вместе с заимствованием предмета. Заимствуешь трактор, заимствуешь его название. Заимствуешь способ ездить на лошадях, заимствуешь монгольское слово «мерит» – лошадь, значение «мерит». А многие слова совершенно не похожи, что предметы, которые они обозначают, как-то могли заимствоваться. В целом они не заимствуются, потому что у всех людей одна голова, две руки и два уха. И странно думать, что... Ну, в общем, заимствование таких слов происходит только в экстральных, ординарных ситуациях. Название земли, неба, воды, звезды, луны, реки. Название собаки, кстати сказать, вот из животных, эту область, которую мы называем докультурным словарным составом, то есть значение тех слов, которые мы рассчитываем найти в любом языке. Вот из животных туда входит собака, рыба, птица, змея. Потому что вошь тоже не искупник человека, еще с его докультурных, видимо, времен. Тогда, значит, мы должны посмотреть, когда у нас имеются языки с такими вот большими наборами лексики, сходные между собой и по смыслу, и по звучанию, должны посмотреть, какая лексика туда входит. Если туда входит лексика в основном предметы, которые заимствуются в результате культурного взаимодействия, то, скорее всего, речь идет о заимствии. Если же туда входит такая лексика, которая относится к докультурному словарному составу, то нам ничего не остается, как предположить, что наши языки с их набором лексики на самом деле являются отображениями некоторого общего прототипа. Принято называть проязыку, а языки, которые восходят к одному прототипу, принято называть родственными руками. А слова, которые восходят к одному того же прототипа в разных языках, принято называть родственными словами. Это, собственно, есть определение родства языков. Но там еще есть некоторые хитрые. Почему у нас получаются эти самые группы родственных языков? Хитрость состоит в том, что язык — это естественная система коммуникации, и она, в частности, постоянно изменяется. Это очень удобное свойство, что она постоянно изменяется, потому что это позволяет приспосабливаться к условиям жизни. Она, собственно, так устроена, что там можно строить все много и новые знаки из кусочков старых. Какие факторы воздействуют на ее изменения? Мы говорим обычно, что в ситуации общения, коммуникации, ну, это просто ситуация передачи информации, понятное дело, и там, естественно, происходят обычные помехи и потери, связанные с устройством канала, а также с устройством общающихся субъектов. Мы говорим, что действует тенденция говорящего и тенденция слушающего. Тенденция говорящего заключается в том, что говорящий как можно меньше застратить усилий на передачу некоторого куска информации. То есть это попросту языковая линия. Наиболее простое проявление этой штуки такое. Когда мы говорим, мы быстро-быстро двигаем речевыми органами у нас во рту, все время меняя их взаиморасположение, издавая разные звуки. Естественно, эти движения цепляются друг за другом, и чем более небрежно мы говорим, тем больше они цепляются. И между нашими произносительными звуками... Ну вот, написано мне эта штука. Это к тому, что я говорила, что речевые значения движения не цепляются друг за друга, и звучание портится, так сказать. И до какой-то степени оно может портиться, не влияя на смысл сказанного. То есть, варящий ленится, а слушающий терпит, потому что и так понятно. В конце концов, более ленивые произношения тех или иных звуков входят в моду в данном коллективе, и, соответственно, происходят языковые изменения. Когда уже порча звука доходит до того, что начинают быть серьезные сбои при перетаче информации, начинает действовать другая тенденция, а не тенденция слушающего. Тенденция слушающего — это попытка заставить говорящего все-таки сказать так, чтобы было понятно. Но язык, в частности, свойство языка такое, что в нем чрезвычайно развивается синонимия. То есть, вот эта способность... Один и тот же смысл передать разными способами, заложено в эту систему. Поэтому, например, мы напоминаем, что поздние римляне, особенно на воровских территориях, там, на территории Галлии, как говорится, говорили так, что прокладывали концы слов. В латыни, как известно, была суровая поддержная система, которая вся выражалась на конце слова. Вот почему во французском языке ударение всегда на последнем слоге? Просто потому, что в старо-французском, то есть при переходе от латыни к французскому, отпало все, что было после ударения. В частности, отвалились все поддержные окончания. Порядок слов в латыни был ненормирован. То есть, мать любит дочь, там дочь любит мать, возникает невозможность. То есть, папа убил волка, волк или волк убил папа, трудно понять. Тогда язык, то есть, все слушающие начинают с этим бороться и заводят, во-первых, фиксированный порядок слов. То есть, такое, что по порядку положения октантов глагола уже понятно, кто из них агент, а кто терпила, пациент, вот. Для остальных падежей начинают пользоваться предлогами. Предлоги в латыни тоже были, но не употреблялись с такой страшной силой. А тут латинские предлоги начинают употребляться там и сям, обеспечивая таким образом выражение того, что оставалось бы невынанным при посерии окончания. Это тенденция слушающего. Тенденция слушающего как бы подбирает осколки старой системы и собирает из них новую систему. Так, собственно, и происходит изменение языка. Хорошая латинская состоит в том, что, по крайней мере, звуковые изменения мы можем впоследствии... Да, ну и как получаются родственные языки, тоже понятно, да? Родственные языки получаются так, что вот у нас шло изменение звучания в одном направлении, и подборка системы в одном направлении. Пока социум, который говорил на этом языке, был целым. Когда он раскололся по каким-то причинам, участник народа ушла жить в другую деревню, то у нас изменения начинают происходить независимо в этих двух сообществах. И через некоторое время, лет через пятьсот, мы получаем уже людей, которые не могут свободно общаться между собой на каждой на своем языке. Это, видимо, еще диалекты лет через пятьсот, хотя всякие бывают случайные. Но, в общем, лет через пятьсот, а лучше через тысячу, уже мы точно можем сказать, что у нас развелось из бывшего праязыка два разных языка родственных, между собой. Или три, если они разошлись в три разные деревни. Или они разошлись сначала в две деревни, а потом одна деревня разошлась еще в две деревни. И поделился тот язык. Тогда у нас получается генеалогическое древо родственных языков. Да, потому что у нас те, которые более недавно разошлись, сводятся в один узел в генеалогическом древе, а тот узел сводится с другим языком, от которых, значит, этот узел отвалился раньше. Да, и хорошая новость состоит в том, что, по крайней мере, поймать, какие именно изменения должны были произойти с праязыком, чтобы получить эти вот ныне существующие доступные наблюдения родственные языки и вычислить, каким образом выглядел праязык, таким, значит, по этим данным, мы умеем. Потому что у нас бывает типология изменений звуков, которые сводятся к тому, что, в общем-то, речевые органы полиолюмини у всех устроены одинаково, у гомо-сапиенс, и одни и те же, ну, в общем, изменения, которые могут получаться со звуком в результате вот этого цепляния друг за другом речевых органов при говорении, исчислимы. Соответственно, мы можем по виду родственных слов в родственных языках восстановить, как выглядели эти родственные слова в праязыке. Кроме того, в ряде случаев, ну, вот тут нарисовано, мы можем получить некоторую информацию по истории языка, не имея ничего, кроме этого языка, потому что синхронный срез языка состоит, на самом деле, из ныне действующей системы, как бы вот такой самый правильный, который записан в грамматике, обломков старой системы, которые еще болтаются на периферии этого языка, а также зародышей новой системы, то есть там, где наша действующая система уже начала ломаться, и все. Если у нас, ну, вот возьмем русский язык, его звуковой, а не орфографической формы, допустим, допустим, мы не знаем его орфографической формы, мы можем на основании просто соотношения, ну, там, чередования в этом языке догадаться, например, что у нас раньше в этом языке различались глухие и звонкие согласные на конце слова, а теперь не отвечают, потому что сейчас мы имеем слова там «код кота» и «год года», да, вот «год года». В именительном падеже у обоих этих слов одинаковый звук на конце, а когда, то есть когда он попадает на абсолютный конец слова, перед паузой, а при слове изменения, оказывается, что это были разные звуки. Это, на самом деле, исторический процесс оглушения, который запихан сейчас в уровень языка, называемый морфонологией. То есть в фонологии уже эти звуки не различаются, а в словарной записи морфема они задерживаются. Или, допустим, выясняется, что у нас есть разное «е» и «о» в русском языке. Одни из них чередуются с нулем звука, а другие не чередуются. Ну вот тот же «год года» бывает, а бывает «сон сна». Ясно же, что «сон сна» – это один и тот же корень, но гласная в нем ведет себя не так, как в слове «год». В слове «год» гласный постоянный, в слове «сон» гласный звучит перед паузой и пропадает перед следующим словом. Если имеется в виду следующее слово. При правильном описании языка и построении его внутренней реконструкции, как это называется, мы должны для гласной в слове «год» и для гласной в слове «сон» выбрать разное представление, обозначение. Они соответствуют двум разным фонемам древнерусского языка, а именно «о» и «гер». «Гер» – это был такой особый коротенький гласный, который на конце слова тоже был, кстати, сказать, не давал оглушаться, «дэш» в слове «год». В слове «сон» там нечем оглушаться, потому что это сонодный конец. А слов «сон» был «сын». А слов «сын» был «сын». А потом, значит, конечные «еры» отпали сами собой, так же, как во французском отпало все, что было за ударением, так и в русском отпали вот эти кратенькие редуцированные гласные. А когда при отпадении редуцированного гласного в морфеме не осталось ни одной нередуцированной гласной, то редуцированная гласная прояснилась, получилась сон. Потому что мы же не можем говорить без глас. Ну и вот восстановить редуцированные, восстановить противопоставление звонкости и глухости, восстановить там юсы старославянские для более старого русского состояния, мы можем, глядя просто на систему чередований морфем в русском языке. Это называется внутренняя реконструкция. Просто штука в том, что язык запихивает свою старую фонетику на более глубокий уровень. Ее можно вытащить при описании. Ну вот, например, реконструкция, которая помогает нам вытащить, во-первых, противопоставление согласных по мягкости и твердости в русском языке, которая в старину висела не на согласных, а на гласных. То есть, ну, что мягкость и твердость с конечным согласным обеспечены старым редуцированным гласным, который там стоял, ером или ерем, что в середине слова таким же образом, а в части случаев она обусловливается наличием старого йода, просто согласного. А я ничего не понял. Это хотя бы какой язык? Русский. А что это самое? В мохонологической транскрипции. Мять, мягок, мед, месть, место, мать, мак, маленькая точечка, она обозначает вот переживание. Ломоть, мод, мудр, хмур, гулянье, гулянка, лёд, лень, колено, люди, люк, лань, кулак, лонись, это в прошлом году лонись, значит, лона, лук, жёлудь. Ну, вы можете видеть, точки над гласными изображают упоряднение гласных. А это общепринятая? Это общепринятая транскрипция, да. Для русского языка? Да. Именно для русского? Да, фонотическая транскрипция русского языка. А в школе это не учат? Нет. В школе мало чего учат. Лингвистике в школе практически не учат. Мы берём эти слова, вон они там написаны сверху, мять, мать, мягок. Вот этим перечёркнутым нуликом изображается гласный, который у нас пропадает в чередование. Мягок, мягкого, да, мягкий. Это о, оно падает. Это старый ер на. А мак, лён, лона, люк, лук. Набираем славянские языки, и выстраиваем ряды соответствий между местами в слове. Каждую цепочку соответствий, звуков обозначаем особым символом. Ну вот здесь греческие буквы употребляются для, так сказать, чередующихся звуков, а негреческие буквы употребляются для, так сказать, не чередующихся звуков. В четвёртом столбце, там где мак. Мак, да. Почему написано маке? Почему написано где-то в конце? Да. Потому что мы в некоторый момент, рассматривая русский язык, выяснили, что у нас бывает два типа чередующегося гласного. А, и раз они бывают разные, то там стоит речь. Да, и мы можем на них повесить наше противопоставление по твёрдости, мягкости согласного. Мы можем перестать различать твёрдость, мягкость согласного в слове там лень и лен. В середине слова мы можем это сделать перед, там, в слове дон, дно, да. Вот дно, дон, там в середине у нас твёрдый, так сказать, задний этот самый гласный. А в слове день, дня у нас в середине мягкий гласный, который обеспечивает мягкость дел. После этого мы переписываем все морфемы русского языка так, что убираем, ну, мы стараемся систему ввести, чтобы у нас не было так, что у нас в одной позиции там идёт противопоставление согласных по твёрдости мягкости в конце слова, ничем не обусловленное. А в середине слова мы всё убрали, потому что повесили на гласный. Тогда мы просто в конец приписываем эти редуцированные гласные. Для слова, которое кончается на твёрдый согласный, мы убираем согласную твёрдость и приписываем ер, ну, вот этот о. А для слова, которое кончается на мягкий согласный, типа лень, мы убираем на мягкость тоже, а приписываем ерь, мягкий гласный. А что означает минусик? Это конец морфема, который не встречается отдельно. Вот. Ну, это глагольный корень просто, поэтому у него чёрточка. Это тоже принадлежащие. А твёрдый знак, это твёрдый редуцированный? Да. Ну, в общем, что мы делаем со звуками, примерно понятно при реконструкции, да? Ну, дальше будет ещё несколько примеров, если вы легче опоминали. Вот. Ну, на самом деле, это рассказывается студентам за две пары. Другое дело, это что у нас значение слов при историческом развитии языка тоже меняется некоторым образом. И когда мы так бодро говорим, что мы будем представлять слова с одинаковым значением, оказывается, что там не совсем хорошо получается с одинаковым значением. Допустим, мать, которая мутер, мадер, там, мадер, вот такое слово, известное нам в родственных языках, вот в литовском мотэ значит не мать, а женщина. Значение изменилось. Допустимо ли сравнивать это слово или вопрос? Можем ли мы себе представить, что в истории языка значение, слово поменяло значение мать на значение женщины? И как мы будем отделять случаи, когда мы можем себе представить, а случаи, когда мы не можем себе представить? Возьмем слово лук и лук в русском языке. Один лук, из которого стреляют, а другой лук, который едят. Есть ли между этими словами что-то общее по значению? Ну, почешем в затылке и найдем. Потому что и тот, и другой предмет, например, связан с предметами, которые называются стрелами или стрелками. Достаточно ли этой связи для того, чтобы утверждать, что это рефлекс одного и того же слова? То есть, что это многозначное слово. Слава Богу, мы хорошо знаем про русский язык, какие у него есть родственники. Знаем, например, что у него есть родственник в польский язык, и в польском языке лук, который едят лук, а лук, из которого стреляют ленг. Там был другой гласный, который в русском языке совпал просто. Отсюда мы приходим к тому, что надо различать многозначность и аминемию. Ну вот, есть довольно приличный способ различать этого для синхронного языка. Он используется, собственно, в школе апресиана. Это толковать, предепятное толкование. Топить один. Понятно, какое это топить? Ничего не понимаю. Ну, Герасим утопил муму. Ну, что тут? Пяска заставляет каузировать. Герасим... Что такое каузировать? Заставляет. Это связка. Первичная связка. Стрелочка на первую оксанту субъекта действия. Второй оксанта – результат действия. Результат действия – это тот, что муму начинает находиться внутри жидкости. То, что она померла, это последствия уже. Можно утопить консервную банку, а она не помрёт. Так что вот это топить, погружать в жидкость, оно примерно так описывается значение. Это другое топить. Это, ну, там, солнце растопило лёд. Или там... Топить сало. Сало, да. Вася растопил сало. Тут верхняя связка каузации над ситуацией. Вася заставляет сало быть нагреты. И эта ситуация вызывает в жизни ситуацию такую, что становится жидкостью. И, наконец, третье топить в русском языке. Видимо, Вася топит избу. То есть Вася вызывает в жизни ситуацию такую, что изба становится нагрет. Какие из этих трёх топить являются аммонимами, а какие разными значениями одного слова, или что то же самое, какие из этих трёх топить являются... Восходят к общему предку, а какие не восходят. Определение такое. Мы считаем многозначностью, если значение одного из слов составляет нетривиальное поддерево значение другого. Ну, толкование, собственно, мы говорим обычное толкование конец значения, в этом случае, составляет нетривиальное поддерево толкования другого слова. Если вы лиснёте маленько назад, то окажется, что вот это вот топить сало, то есть топить печку является цельным поддеревом, причём нетривиальным, в случае топить сало. А вот тот, первый, который уму, он никак не согласится просто с этим делом. И, о чудо, выясняется, что это два разных корня. Один из них восходит к корню, эти два последних восходят к древнему корню, который означает именно нагревание, если это значение нагревания, а другой из них восходит к древнему корню «тат», который несёт значение вовсе огружение. Да, так это всё была лирика. Представьте дальше. Вот они языки народов России. Легко догадаться, кто тут есть кто. Вот этот вот розово-бежевенький – это русский язык. И вот он больше всего. А с него мы и начнём. Та часть русского языка, которую изучают английисты-диалектологи. Собственно, это разговор о трёх наличиях русского языка. Говорят, ну, никто не говорит три наречия, на самом деле. Говорят, северно-великорусское наречие, южно-великорусское наречие, понятно, где южная, где северная, да? И переходные горы к нашему минию. Основной признак, который им делят, это аканье и опанье. Вот там сверху написано «развлечение и месоспадение гласных намеренностей». О и А в первом предударном слоге просто после твёрдых согласий. Это слове ворона, корова и… Глова там вела, нет? В нём нету первого предударного слога. Нам нужен первый предударный слог. Повторение. Повторение, да. Вот во всех этих словах, а также в слове «находка» в первом слоге звучит в литературном русском языке одна и та же гласная, которую в фонетической транскрипции пишут как-то крышечкой. «Находка» и «ворона» в первом слоге дают одно и то же. Развлечаем, потому что они восходят двум разным классом, на самом деле. В северном наречии скажут «находка» и «ворона». И всё будет хорошо. У меня, собственно, отец в Боргской области, и у них в третьем классе приехала учительница из Москвы, и все стали получать двумки, потому что до этого учительница. И безударные глазные, они, конечно, но никакой пользы им от этого не было, потому что при диктанте было совершенно понятно, как писать. Вот. Вопрос, не совсем по теме, конечно. В Британии, например, в Шапандии, ну, можно сказать, что он сильно не был с Чемангрией, там говорят, что «платформа» – «платформа». То есть у них тоже идет именно так. Ну, я бы сказала, это архаизм некоторый. Не связан ли архаизм с более северным положением? Это, конечно, забавный вопрос. Ну, да, вот на ряде языков это замечают, например, там, ну, вот, в финно-угорских языках считается, что самый архаизм в «ребарно-финских языках» и даже их называют «финно-финно-финно-финно-финно». В переходе на «говоров» там встречаются разные интересные случаи. Например, бывают «говоров», в которых говорят «бурона» и «нухоткова». Это ясное дело, что это акающие, бывшие акающие жители, которые перешли на оконья, а развлечение-то у них уже было потеряно, они приобрели манеру говорить на окон, а развлечить две фонемы они уже не могут, потому что традиция этого утеряна. Это вот свалянские языки, в которые и входят русский язык. Там вот самый большой – это русский язык. Вот эта розовенькая полосочка через самый большой – это белорусский язык, потому что, надо сказать, что на территории Белоруссии, ну, скажем так, белорусский язык. В общем, я не уверена, что надо им не так рисовать, что там через полоски с русским. Конечно, на самом деле, по-хорошему, те говоры, которые мы относим к белорусским, следовало бы распространять на наш Смоленск. Там точной границы нет, это близкие очень языки. А вот этот беженкий – это украинский язык. Через полосцами обозначен, опять же, ну, как бы места смешанной речи. Грубо говоря, смешанные, да, хотя на самом деле всегда можно определить, что это на самом деле, то есть, кто был вначале, на кого повлияет. Русский, белорусский и украинский составляют группу восточно-соверских языков. Дальше у нас речь идет о… Польше. Да. Вот у нас польский, чешский. А кроме того, вон там, вон на территории Германии, сладенькие, сладенькие, это такие полуживые языки, которые называются верхнолужицким и нижнолужицким. Верхнолужицкий и нижнолужицкий, а по-немецки они называются верхнесорбский и нижнесорбский. И по-английски, как говорится, тоже аппарсорда, лаусорда. На самом деле территория восточной Германии была славянская когда-то. В общем, она окончательно отмечилась в XVII веку. Но некоторые остатки там сидят. Вот это два диалекта, довольно близких друг к другу, и тоже как польский, чешский и словарский, видно польский, чешский и словарский, относящиеся в группе западнославянских языков. И, наконец, вот у нас группа южнославянских языков тоже такая хорошо видна. Это болгарский, вот болгарский, вот македонский, это уже, вот бывшая, а все остальное, это больше не дославие. То есть вот Македония, македонский лежит очень близко к болгарскому. Вот славянская. Вот это все называется сербко-хорватским языком, хотя на самом деле там несколько разных диалектов. Сейчас хотят противопоставлять сербский и хорватский язык. Это на самом деле сербский и хорватский язык последних трехсот лет, это один и тот же язык, различающийся тем, что носители сербского подвида православные, а носители хорватского подвида католики. А и, соответственно, у сербов письменность кириллическая, а у хорватов латинская. В самом начале письменности была латинская, но не всегда была латинская. Это один из древнейших памятников славянских языков. Написан интересной письменностью, называется глагольца. Именно ее придумал Кирилл. Письменность, называемая кириллицей, Кирилл не придумывал. Эта письменность глаголица долго потреблялась в Южнославянской области. И, в общем, да, вот хорваты ее писали, кстати, вот до 17 века. В основном буквы просто придуманы. Некоторая такая системка. Интересная. Но это вот считается старейшей русской памятник. Во всяком случае, написано. Это что написано? На пергаменте. Это вот уже написано кириллицей. Тут просто снег не очень хороший, но можно кое-что различить. Это писать-то славяне началось на южнославянском языке, южнославянской группе, древнеболгарском. А вот в астромированном Евангелии, оно тоже написано как бы на древнеболгарском, но там есть определенные типы ошибок, указывающие на то, что писал русский. Это другая немножко фанатика. Ну и вот это, собственно, как различаются, вот то, чем различаются все эти группы языков. ПСЛА – это прославянская реконструкция, то, что мы восстанавливаем на основании вышеописанного метода из этих слов. Вот мы видим голова, голова, голова. Это восточнославянский тип. Глова, клава. Западнославянский. И только голова южнославянский тип. Вот волос дает совершенно такую же рефлексацию. Ну, в школе проходят что? В школе проходят полногласия-неполногласия. У нас есть голова и голова, волосы и волосы. В слове «волосы» у нас неполногласия, так называемые, на самом деле, это южнославянский рефлекс. Это попросту заимствование в русский язык из аэрославянского языка, который был в древноболгарском языке, а не древнорусском. Вот они тут все выписаны. В современном болгарском власть совершенно не возвышенное слово, а просто волос. Вот что случилось с ночью. Она была ногтей. Давала «ч» – «ич» – белорусская ночь. В западнославянском оно давало «ц» – польская ночь, красно-рубская ночь, чешская и славацкая ночь. А в южнославянских оно давало такую интересную африкату. Значит, это болгарская ночь, македонская ночь, сербская ночь, славянская ночь тоже. И вот старославянская ночь, которая, может быть, и читалась, конечно, как ночь, сейчас трудно сказать. Вот солнце, в котором мы видим рефлекс сочетания ера с плавным согласно вла, по-разному тоже разбившийся в ряде языков. Вот в болгарском, например, сохраняется ера в этом случае. Это пример из македонского языка. Дело в том, что с болгарским и македонским языком получилось то же, что случилось с латынью, когда она пишла во французский. А именно там пропала поддержная система. И ее стали обеспечивать, во-первых, предлогами, и во-вторых, склонями. Осталось склонение коротеньких местоимений. Что тут написано? Когда Господь ее сотворил мир, тот, Дунья, это турецкое заимствование, мир. Кого, Господь, я направе Дунья там? Чего вы, кот, человек тот, они еще артикль себе произвели, сделав его из местоимения тот. И сказал Господу, то, что Господу обеспечивается, во-первых, предлогом, а во-вторых, дательным потяжом местоимения он ему. И ему сказал на Господь, «Симе направе, что? Ты сделал меня человеком». «Кажем мне, сколько буду жить?» «Ке» – это «хчу». «Хачу» – значит «буду». «Жить» – «Как буду жить?» «Чем буду питаться?» «Со что тешится рано?» «И что те работам?» «И что буду делать?» «Господь на речи» «Господь ему сказал, «трисис годины те живешь».» «Понятно?» «Триследуй жить». «Те ядешь слободно секой шеи, что не те горосипово здравето, будешь есть свободно всякую вещь шеи, турецкое заимствование, которая тебе не будет портить здоровье, его здоровье, да, здравето. «И работа-то течеба биде, и работа будет тебе такая, дагу павелаш сетто, что я надую это, будешь повелевать всем, что есть в мире». Человек этому вели, человек ему отвечает. «И, господи, благодарю на арниот живот, что мы дару ваш, а мы години те, миссэ малте. Благодарю тебя за гарную жизнь, да, гарный живот, да, которую ты мне даруешь, но, ама, турецкое заимствование, но, лета мне такие маловатых, господь мувелик, господь ему сказал, уводи там, уходи туда, натежь это на угол, да садишь, и садись». Но это длинная сказка, там дальше к нему приходит Вол и спрашивает, сколько, как, то же самое, тот ему тоже дает 30 лет, но рисует крайне ужасные перспективы. Вол говорит, слишком много жизни, значит, заберю у меня что-нибудь. Человек тут говорит, господи, господи, забери у него, и дай мне. А в результате получается, что человек первые 30 лет живет как человек, вторые 30 лет живет как, а после этого 20 лет, потому что 20 лет отнял палатку. 20 лет живет как волк, потом еще 20 лет живет как собака, и 20 лет живет как обезьяна. Такая интересная история. Славянские языки входят в индоевропейскую семью. Существование ее было доказано на рубеже 18-19 века, а более или менее устроились мы с реконструкцией, то есть научились выписывать формы проиндоевропейского языка в 80-м годах 19 века. Это дерево вы, возможно, когда-нибудь видели. Оно замечательно. Оно совершенно замечательно. Ну, в общем, замечательно. Здесь все хорошо, красиво. Вот. А это дерево, которым мы пользуемся, оно тут все не попало, оно еще вниз туда уходит сильно. Это дерево, которое считает компьютер по относительным лексическим расстояниям между языками. Вот там видно, что первый момент разделения индоевропейских языков падает на середину 5-го тысячелетия до нашей эры, и в это время у нас отвалилась анатолийская группа языков. Они все мертвенькие, от них ничего не осталось, кроме перенаписанных текстов, а жили они в Анатолии, это ясно из этого именование. А что такое Анатолия? Анталья, знаете? Конечно. Ну вот. Вот они там и жили. Дальше, как будто отпали тахарские языки, вон они там. Сейчас, тут-то они есть, интересно. А анатолийские, это внизу слева. Ливийские, Лувийские, Ливийские, Палайские, Хесский, да, вот они. Вот. А все совершенно дофиткие. Значит, ну вот тут немножко по-другому нарисовано дерево. Это дерево, которое строится традиционным образом по грамматике. А то дерево, которое я вам показываю, машинное, оно строится по так называемой лексико-статистике. Это значит, в свое время такой ученый Сводыш предложил список из ста значений переводить на все языки мира, а потом считать, какие слова различают. Ну вот, народственные языки, если его перевести, то можно довольно успешно посчитать по количеству расхождений в списках двух языков, можно посчитать время их распада, если считать, что выпадение некоторого количества слов из списка является постоянной величиной в определенное время. Вроде бы для докультурной лексики это получается. То есть получается, что из этого списка выпадает где-то пять слов за тысячу лет. Пять слов за тысячу лет из ста? Да. Как пять процентов за тысячу лет? Да. Я понимаю, то есть надо 20 тысяч лет, чтобы совсем разойтись? Да, где-то так. Действительно, за 20 тысячелетие считать ничего не удается. Нет, тысячи лет, не век. Тысяч, 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 конечно. Но это докультурный состав, это личные местоимения, вот именно там собака и вор, рука, нога, сердце. Это слова, которые все довольно хорошо держатся. Ну вот, собственно, приведены некоторые слова, которые обладают некоторой общностью по индоевропейским языкам. Приведены русский, английский, древнегреческий и древнеиндийский. Собственно говоря, вот эта картинка демонстрирует что? Она демонстрирует троичное противопоставление взрывных согласных в индоевропейском языке по признаку звонкости-глухости. А именно, оказывается, что там была не только звонкость-глухость. Значит, вы можете видеть, что у нас, когда в русском Т, то в английском бывает С, в греческом Т, а в древнеиндийском Т тоже. Когда в русском Т, то бывают два разных случая. Бывает, когда в английском Т, в древнегреческом Т и в древнеиндийском Т, Т, это как в словах дерево и два. А бывает, что в английском Т, а не Т, в греческом С, а в древнеиндийском Д, как в словах дить положить и ды. А в праневропейском были Д, Д и Д. не восстанавливаем. Ну, собственно, это Д в санскрите представлен как таковое, в греческом оно оглушилось. Ну, вот. И это значит, что у нас расстроен древнеграпейских языков. Вот мы можем видеть основу реконструкции, а именно регулярные соответствия. Тут проведено только по два слова на каждый тип, но на самом деле это пронизывает всю лексику. Мы начали с самого-самого распространенного русского языка, а теперь посмотрим, какие близкородственные, то есть на индоевропейском, языки России. Лапса России. Вот у нас вот весь вот этот столбик, это индоевропейские языки, которые встречаются на территории России. Вот из них компактное проживание, действительно серьезное, имеется. На территории России таким образом представлена из индоевропейских языков еще довольно приличная иранская группа. Представлена вон тем вон осетинским языком, вон там вверху, со столицы Владикавказ. Вот. Ну, и он частично на территории Грузии, ну то есть сейчас уже не на территории Грузии. Сейчас, а он какой цвет? Салат Оренкий. Вот он выше всех. А, да, увидел. В самом верху, да? Да. Вот. Иранский язык, который у нас есть. Это вот Лилоренький, там вот на спуске к Азербайджану. Значит, как это? Справа и ниже осетинского, Лилового и Чернила. Это татский язык. Над Баку, да? Над Баку, да. И вот там граница России и Азербайджана идет, да? И вы видите, что пятушки есть и над этой границей, то есть на территории России. Таттов еще называют горскими евреями, потому что они иудаисты. Вот. Но они при этом иранцы довольно близкие к персам этнические. На Кавказе в экспедиции, там наши информанты спрашивали у нас в студенческое еще время, значит, о нашей национальности, интересовались. И когда, значит, моя подружка сказала, что я еврейка, они сказали, да ты врешь. У нас же есть евреи, они совсем не такие. Ну, правда, у них там способы определять национальности были странные. Например, я ходила как-то в одиночку в деревню Цовкру первую, чтобы там записывать ладский диалет, и, значит, зашла туда, а дети от меня в рассыпную. А тетки мне и говорят, они кричат, Доргинка, Доргинка идет. Я говорю, почему Доргинка? Они говорят, что себе платок белый, на лачке должен быть цветастый платок. Но это вот времена все 70-х годов. Я не знаю, как там сейчас платка. Вот это значит, иранцы у нас живут. Раньше в Советском Союзе иранцев было много. Были курды, которые, и белуджи, которые жили на территории Турканистана, и в Закавказе, в Азербайджане, там в Азербайджане вообще куча мелких иранских язычков, там Талышский, этот самый, Хурманжи, Сарани, Гелянский, Мазадаранский. В Советский Союз входил в Таджикистан, в котором жили таджики. Это группа, близкая к персидскому языку, но они разошлись где-то в 10 веке примерно, то есть недавно. Это, собственно, новый диалект, на самом деле. Тысячу лет назад это не было. Это древнейшая письменность на иранском языке, древний персидский, так называемая бехискульская надпись, надпись царя Дария, который, известное дело, воевал с греками, там написано «Я, Дарик, царь великий, царь царей, к чему был сын?» В общем, такой царя сын, шесть сиястья цуну и так далее. Язык, в общем, узнаваемый на самом деле. Да, это алфавит, клинописный алфавит. Персы сами его, видимо, себе придумали, столкнувшись с семитами, которые там были, думаю, так, как вырезали, клинописными зубами, с ударицами даже скорее. Ну ладно. Вот. Это древнейшая религиозная книга иранцев «Авеста». Написана восьмом аэроссийском шрифтом, который при близких письмах их религий. Ну не важно. И это древнейший памятник ассетинского языка, ради которого все это и преподилось. Вот. Это камень надгробный, который найден в земельчурке, естественно, в начале XX века. Написано греческими буквами, как это можно видеть. Ну и вот лучше всего видно слово «фурт», которое значит «сын» по-осетински. Написано соответственно греческим «ф», потом «оу», которое в греческом обозначало «у», а если просто «пс.» написать, то оно в это время уже читалось так и греческом. В общем, это индоиранское слово «фурт», санстрийское «таталье». Примерно X века. Датирую это акция до X века. Десятый век. Наши эры. Наши. Поздний. Нет. Видимо, это то, что называлось Аланом в это время. Видимо, они были этими самыми предками осетин. Вот иранские слова. Вот там вытащим про иранский. Это все слова, которые более или менее похожи на слова известных вам языков. Например, многое слово похоже на слово известного вам языка. А слово «нога» похоже на слово другого известного вам языка. «Пада». «Давать», «Знать», «Имя». Последняя форма осетинская. Видно, как эти слова «Знать», «Знать». Наконец, у нас имеются на нашей территории представители очень близкой к иранской группе языков, а именно эндоарийской группе. Иранцы и эндоарийцы составляют внутренний европейский такой подвид достаточно близкую. То есть, по-видимому, они развалились где-то во втором тысячелетии до нашей эры. Ну вот, есть два древних текста, древний индийский текст Регведа, да, и вот это вышеупомянутая Авеста. Человек, который научился читать Регведу, может читать Авесту, не уча специально авестительскому языку. Ну, то есть, вот, как я вам зачитывала накидонский текст, не уча специально накидонского языка. Вот. То есть, пример такое городство. Это вот индийские языки, но того индийского языка, который у нас представлен, здесь не нарисован. Это цыганский язык. Цыганский и румынский это разное? Цыганский и румынский это абсолютно разное. Румынский язык романский, то есть, он потом в латыни. Цыганский язык сейчас, на самом деле, в довольно плохом состоянии, увы, увы, он перешел на статус горбона практически, то есть, он используется как, по большей части используется как тайный язык. Там куча заимствований из местных языков, но это естественно, когда небольшая группа населения попадает на изученную среду и всячески борется в ней за жизнь, то всегда получается так, что языку приходится плохо. вот эти диарийские слова называются те же самые что иранские, они на них похожи. Последним словом проведены слова из диалектов европейских цыганов, в частности русских. А все европейские цыгане это один цыганский язык, да? Да. Ну, это разные диалекты, но опять же недавно разошедшие все, то есть они происходят из одного европейского языка, аммигрировавшего в свое время в раннем средневековье по этим мы из Индии и прошедшего через Турчатистан и дальше на западе. Вот. Из Египта они не происходят. На этом мы покончили с индуевропейскими языками. Другие индуевропейские языки, которые тусуются на территории России, там немецкий допустим. Там в Казахстане довольно и на Алтае довольно много немцев, но мы их считать не будем просто потому, что это выброс с другой основной территории, бывший сначала в Поволжье, потом оттуда высванный к последней ходу войны Сталин препрессированный народ. Но с большими компактными областями европейских языков мы покончили. Следующий по величине у нас, если мы опять же двинемся на ту территорию России, то там этот розовенький, который русский, которого больше всего удалось. Вот видите, вот бежененький это русский и он как бы везде. Ну то есть вот белая часть, она понятна, там просто никто сплошного населения там нет. Но кроме беленького тут больше всего какого цвета? Я. Грязно-зелененького, да. Вот этот грязно-зелененький это тюркская семья языков. Опять же при Советском Союзе носители тюркских языков составляли 40% населения Советского Союза. С отделением среднеазиатских и закавказских республик это соотношение уменьшилось. Сейчас в общем никто особо не знает какой процент, потому что переписи были странные на самом деле. Но тюрксов много. Вот эта карта тюркских языков разная. Как вы видите, они занимают довольно-таки большую территорию по Евразии, причем в самых разных местах. Вот самый северо-восточный это Якутский. Вот он там полене с лежащим территорием и прямо-таки на побережье Ледовитого океана выходит. Вот розовенький отросток от него это долганский. Я бы скорее считала, что это якутский диалект, но такой сильно смешанный с ветками. Дальше если двигаться с востока на запад, то мы попадаем на Саяно-Алтай, где живет тоже некоторое количество тюркских языков Южно-Сибири, а именно Туменцы, вот они на границе Монголии, Хакаса, севернее их, и Алтайцы, западнее их. У нас Хакаса, вот у нас голубики это сибирские татары называемые. Кто у нас еще на территории России? Ну вот лиловатинкие башкиры, вот продолжаются голубики татары со столицы в Казани, а башкиры соответственно со столицей в Уфе. Я там была только сегодня в 6 утра. Да, а южнее это вот казахи на территории Казахстана, Калпаки, которые может быть на самом деле являются казахским диалектом на территории Узбекистана. А, вот они Калпаки тут живут, вот в Москве живут в Узбекистане, вот в Уфгуре, это киргизы, это у нас Турфмены, это у нас турки и азербайджанцы. Ох, они так пририсовали, хорошо. Карта на самом деле турецкого происхождения, они любят всех по себе пририсровать, как только можно. Вот, это азербайджан. Вот он на нашей территории, да, и на территории Ирана, большого полюбородического диалекта, азербайджанского диалекта. Ну и на территории Ирана еще есть куча полумерклых туркских диалектов, которые часть, на самом деле, являются диалектами азербайджанского, часть туркменского, ну их даже как-то неделя-то говорят, что это красанский диалект. Дальше, у нас, значит, один из основных языков Дагестана Кумыкский. Вот он. В Тагестане вообще очень много языков, но Кумыкский во всяком случае в последнем века работал там до засилья русского. Был лингвуфранк Кавказа, то есть тем языком, с которым они общались, народно-населяющие Кавказы, северный. Это у нас Наргальция, это у нас Карачаево-Балкарство. Вот там у нас в Северской Татаре ловленки. Вот. Да, и еще очень важный язык, вот тот розовый, с первого, это Чубашский. Со столицы Чубаксар. Скажите, пожалуйста, баштирский язык или лингвецкий, это близкие детей? Нет. Есть такой миф, да. Да-да-да. Я много раз слышал такую историю, что якобы они близкие. Это так или нет? Миф абсолютный. То есть башкирский язык близок к сатарскому языку. Венгерский язык относится вообще к финно-угорской семье, то есть абсолютно слева. С другой стороны, в венгерском языке так устроен корнеслов, ну, на бок корней языка, что из него аж 500 корней имеют циркское происхождение. Вообще-то у порядка языка кормизлов где-то 2000 бывают корней. Вот в венгерском 500 тюркских и, наверное, 400 славянских. Остальное более-менее, да, еще германских некое количество, конечно, потому что они продавцы венгерских язык. Тюркские, между тем, совершенно не башкирские, а чувашские, потому что заимствованы в древние времена, когда венгеры шли на Дунай вместе с древними булгарами, которые представляли собой предчувашин. Рано отвалившийся тюркский язык, по-видимому, они же и были гунны, вот, и китайские сунны, в том числе, что устанавливается по анализу кунских слов, которые записался на свои хроники по Кухаме. Откуда этот миф? Значит, существует средневековая венгерская история про то, как к вам монаха пошли искать великую Венгрую, значит, венгерских патолических монахов. Дойдя до Урала, один из них помер, потому что тяжелая дорога и все такое, а другой встретил людей, с которыми встретил одну женщину, с которой стал говорить на своем языке, и она его поняла. По-видимому, у женщины была выдающаяся интуиция, потому что никаких венгров на этих территориях тогда, конечно, не было. Венгры, конечно, проходили через территорию Башкирии где-то в третьем веке нашей эры, но Башкиры появились на территории Башкирии, где-нибудь в тринадцатом веке нашей эры. Вот так. Поэтому... А кто этот книг придумал? Это запись, это летописная запись. Венгрии. Венгрии, да. Может, там и была какая-нибудь одна венгерка, но, скорее всего, это была просто башкирская женщина с большим сердцем, которая поняла Венгрию. венгрии. То есть, ну, тюркизм венгерском это отдельная тема, как бы, очень интересная, потому что она дает нам, это единственная информация, как бы, за исключением Чубашского, по вот этой большой, довольно болгарской группе, языков умного и так далее. Да, но тут, скорее всего, ничего не видно от вас, да? Это классификация тюркских языков. Распад протюркского состояния около первого депутата на февер. Свидетельство дораспадного состояния это язык умного суннов по китайским транскрипциям, а также заимствование в протюркский язык из древнекитайского. Как мы определяем, что заимствование было в протюркский язык? Мы смотрим на первый распад. Первый распад был на общецюркский и булгарский. Если у нас рефлексы данного древнекитайского слова обнаруживаются и в общецюркском, и в булгарской группе, то значит, оно было заимствовано до распада протюркского языка на общецюркский и булгарский. Вот и все. Вонесты, в которых были заимствованы эти китайские слова, указывают на эпоху Хань, то есть где-то третий век нашел. Ну вот дальше они распадаются на две группы. Вымершие древнекитайские, в булгарстве, из которого остался только некоторый слой заимствованный в кухнецком, а также некоторый слой заимствованный в старославянский язык. Например, такое слово, как капище, языческий храм. Имеет суффикс ища, как в кострище, то есть место, на котором что? Капи, да? А есть в старославянском слово капи, само по себе, оно значит идол. Это слово восходит к пратюкскому кеп, которое сейчас мы можем увидеть в татарском языке в виде кип, в якутском в виде кеп, обозначает образ и изображение, образ, внешний вид изображения. И таких слов около статарославянских. Древние булгары, пришедшие на территорию Куная, дали свое название болгарам, во-первых, там была династия булгарской стычки, но не булгар-тюркский. Да. А все остальное, все остальное большое множество тюркских языков, вот оно описывается вот только классификация. Писать, они, писать то, что мы можем читать, тюркки начали в 8 веке. Это вот рунические тюркские написки. Ахонские, это на территории Монголии. Знаете, такие большие стелы, погребальные, на которых написано словословие ханам и некоторым их поможем. Руника, да, заметьте, если кто подумал про германскую рунику, то сходство между германской руникой и тюркской обеспечено прежде всего материалом, а также по-видимому тем, что оба они восходят в конечном счете к семитскому алфавиту, потому что алфавит, в общем, один . в основном похоронные, там написано я от своих родных отделился, от своих жены наложен отделился, от своих сыновей отделился, 30 лет я ходил на тапгачи, тапгачи а вася был тут, но особо, в общем, многое из этого говорит, письмо алфавитное, с неполным прописыванием гласа, то есть, ну, семицы, больше. это в Синьцзяне, тот кусок Китая, если кто знал, найдено большое количество буддийских монастырей, пещерных, тоже 8-12 век, там было много написано на китайской бумаге прописыванием, это вот кусок рунической книги, как это, толковник, ну, толкование снов, выркабетит, письмо подсказаний, А что такое руна? Руна это такая буковка Руна это буковка такого прямоугольного дизайна, если говорить о значении слова руна, которое применяется к тюркским рунам и к германским рунам. Вот среди тюркских и германских рун есть буковки похожие по форме, но абсолютно разные по содержанию. А это вот оно на бумаге. это тоже там же в Синьцзяне в общем цюрки пользовались чем бог пошлет письменностью. Это индийская письменность бракли, тоже приспособленная под древний цюркский язык. И это собственно цюркский письменностью. книга письменностью. Ну а потом значит уже в 11 веке часть тюрка получила мусульманская и они начали писать арабицы. И здесь мы видим кусочек цитульного листа правда с подписанными переводами из такой знаменитой книги слова от Махмуда Кашгарска Махмуда Аль-Кашгари. Это был такой цюрк который жил в 11 веке написал он это уже в Ферсии а сам происходил из Кашгара это в Синьцзяне как раз и он написал слова тюркских языков то есть он на базаре собирал тюркские диаленды просто совершенно как мы иногда его обманывали рассказывали ему всякие парни например у него есть в этом словаре записано слово булан который по всем тюркским языкам знает что лось вообще говорят конечно на тех территориях где живут лоси а перевод записан такой перевод на арабский единорог из страны чар который на одном роге обратите внимание вот единорог на одном роге носят снег а на другом лед и когда самка этого животного хочет пить то самец наклоняет голову и дает ей попить из своего рога начну вот такой древний лингвист мы тоже пишем все что нам в формате говорят это типа карта мира это вот собственно нормальные стихи тюркские это уже 16 лет тюрк записано арабицы арабицы писать тюрк было плохо потому что тюрк языки очень макалические то есть там большое значение имеет различение гласных арабских от известных гласных не записывают вот так они и мучились вот некоторые примеры из тюркских языков например прекрасное слово кейин тюркская вина кейдак которое я очень люблю потому что это родственник русского слова сына именно родственник через более высокий уровень родства проевропейская койна сына и она же жена да и тюркская это ена не русская языки тюркские в общем довольно разные хотя на самом деле почти все они взаимопонимаем ну примерно на том же уровне что русский и македонский кроме чувашского и якутского никакие самые бодрые носители тюркских языков не утверждают что они понимают спонтанно чувашского и якутского то есть у меня есть знакомый чувашский лингвист который по этому поводу развлекается всегда дело в том что у турок о которых мы уже говорили но турки очень любят считать что все турецкие языки это теоретка турецкого они даже не называют их языками то есть дин по турецки язык дин а называется это легче это наречие и существует анекдот про одного из турецких президентов что он поддавшись идеям распространяемым турецкими лингвистами поехал в Узбекистан без переводчика и вернувшись на некоторое время перекрыл это употребление слова легче потому что ему пришлось плохо вот мой знакомый чуваш он ездит на конференции в Турции и выходит и делает города на чувашском языке а все турки сидят в полноматрубе ну вот тут важное соотношение вот про турецкая адак нога звучит в чувашском ура в якутском ата в туинском адак в какасском азак как коз у проделка зима звучит в чувашске как кс в туринском как кыш В древней тюркском киш, в турецком киш, ну и так далее. То есть языки вообще довольно близкие. Так вот, тюркские языки на самом деле являются членом большой семьи языков, глубины. Но тюркские, как вы поняли, из локавшихся, это семья, глубины типа славянска. Над ними сидит некоторая большая семья, глубины типа индоевропейских. И это алтайская семья, она расклад около 5 тысяч. Это на нашей эры, то есть в двух сентримерах, в пассажах, в прошлом членом европейской. В алтайскую семью входят кроме тюра. Это вот идет дальше классификация этих язычков. Монголы, которые есть на территории России, а именно в Калмыкии, со столицы Беллистея, и буряты, со столицы Булан-Удэя. Относят к монгольской семье, которая входит в белую алтайскую семью. Еще много языков, которые живут на территории Монголии и Китая. Вот карта всех алтайских языков. Вот вертикальное штриховство, это якутский. Ой, это и другие тюркские языки. Вертикальное штриховство, это нас опозначено. Горизонтальным конструкциям, это территория обитания монгольских языков. Как вы видите, большая часть их в одной кучке. И только один маленький кусочек, вот тут вот, живет в лучшем положении, это Калмыки. И точечками обозначено, где живут гуссманджурские языки. Это Вены, Ананайцы, Преамурье, Путыгейцы, Ульчи, Ороки и Ороши. Не Орки, а Ороки. Это разные. Так вот, алтайские языки вместе с индоевропейскими восходят в макросемье, которая называется настратической. Распад ее датируется примерно 13-м тысячелетиям до нашей эры. Ее входят, кроме алтайских и индоевропейских, ну вот тут алтайские языки, вот они, да, индоевропейские, вот они, вот, занимают Европу, Иран и Индию, да. А, кроме того, Бонди, маленький кусочек розовенький, это еще одна астратическая группа языков, это дравинские языки, такие как Томильский, Малаялан, Бонди, Куи, Куви, что там еще там, Малтай, Ку. Это письменные тоже языки, там письменные шестого века, наши вполне такие достойные языки. Кроме того, это еще уральская группа, артвейская, вот она, она совсем маленькая, туда входят только грузинский, сванский, мегрельский, чанский и ласт, которые грузины считают своим диалектами, но на самом деле они очень сильно обучаются. То есть это яблоковые языки и глубина секунды европейской. В семитохаминские или афразийские языки, в которые входят, во-первых, семитские языки, это арабский, еврейский, еврич, в смысле, аккадский из древних языков, эфиопский. А кроме того, еще древнеегипетский, перберские языки, например, язык туарегов, чанские языки, языки Черной Африки, частично входят туда. Уральские языки, да, которые тоже живут на территории России и тоже родственны всем нашим этим языкам. Ну, на довольно глубоком уровне. Это, значит, вот финно-угорские языки и самодейские, прежде всего. Это вот обсколгорские, то есть ханта и манси, а это венгрия. Вот венгрия ближе всего, на самом деле, не пашкиров не покину, а вот ханта и манси. Это прибалтофильские языки, там, типа карельский, векский, эстонский и так далее. И поводческие языки, марийский, морговский, коми, удмуртский. Самодейские языки, это ненецкий, эритский, сиркубский, масинский. А еще у нас живут люди очень слабо родственные на этих языках. Наверное, тоже родственные, но они возходят в другой макросемье. Это северокаркасские языки, которые входят в декистанские языки. Афарские, Алискинский, Лакский, Доргинский. И навские языки, русские, чеченские и западокаркасские языки. Афарский, Артургийский, Габардинский. Это карта Кавказа, которая входит в другую макросемью, которая распалась в 10-го тысячелетия до нашей эры. Вы видите, как она разбросана по карте. Это вот наши розовенькие кавказские языки. Вот большая синотибетская семья, в которую входят китайский, тибетский, германский, и еще куча языков пограничья, гималайский языков. Енисейские языки, в которых сейчас живой остался один кецкий, и вот действительно Енисея. Два изоляда, баскский язык в Испании и буршасский на фамилии. И, по-видимому, они родственники с языками на ДНС в Северной Америке. Это та группа языков американских индейцев, к которым относятся, например, атапасские языки, к которым относятся, например, апаческий язык. Если кто смотрел кино или читал книгу Карла Майерова, не думает о художестве Апачи, так вот там идет речь о Бутапасках, которая является родственниками нашего Дагестанского. Ну вот, вот это, пожалуй, все. Ну, несколько слов. Ну, вот еще Чупчей я не описала, но это маленькая группа, которая ни с кем не связана. Чупчей из кинострии. Все. Все, спасибо огромное.